Для подъема одного и того же груза используют две системы блоков, 1 и 2. Равной ли силой нужно приложить точки B и B1, если трение в каждом блоке одинаково, а без подвижного блока много меньше груза. Ответ объяснить. Первая система блоков, в ней используется один подвижный блок и неподвижный блок. Будет точка B, здесь будет какой-то вес B. Это первая схема. Вторая схема использует тоже два блока, но они оба неподвижны. Первый блок неподвижный, второй блок тоже неподвижный. Тот же самый груз P в силе точки B1. Рассмотрим, какие силы здесь можно использовать при рассмотрении действия этих блоков, как они влияют на распределение силы, что мы с этого можем получить. Задача сказана о том, что в каждом из этих блоков есть тоже неподвижный блок. Существует сила трения, обозначена Ft. В общем, сила трения во всех блоках одинаковая. Давайте сначала рассмотрим, какую силу нужно приложить в точке B1 при подъеме груза. P, когда в каждом блоке существует сила трения. Если мы равномерно поднимать будем этот груз, натяжение каната или троса в этом месте будет равно весу этого груза. Мы знаем о том, что если в неподвижном блоке не учитывать его силы трения, он тогда передаст это значение натяжения нити или каната или троса без изменений. Такое же точно будет и здесь. Но у него есть сила трения в этом месте. Для того, чтобы поднять этот груз, необходимо кроме этой силы веса, которая равна силе натяжения каната, добавить силу трения. В этом месте вот это T1 будет равно T плюс F3. Это мы знаем равно P. Теперь это T1 подходит ко второму блоку. Второй блок должен тоже передать эту силу, если бы он не имел силы трения без изменений. А так у него получается здесь значение T2. T2 будет равно T1 плюс сила трения. В точке B мы имеем T2. T1 это что? T плюс сила трения. Итак, T2 равно T плюс сила трения и плюс сила трения. А T это у нас является P. T2 в данном случае будет равно P плюс две силы трения. В этом месте нужно приложить усилия для подъема этого блока. Вес самого груза и плюс еще две силы трения, которые уходят на то, чтобы погасить сопротивление блока, у них имеется и силы трения. Теперь рассмотрим, какие здесь действуют силы. Если бы неподвижный блок не имел силы трения, он бы разделил свой вес по натяжению на две части равные. Здесь было бы T и здесь было бы T, но в T в данном случае было равно бы P делить на 2. Но поскольку в этом случае блок имеет соответствующую силу трения, вот это T, назовем его T1. T1 равно P делить на 2 плюс F1. Вот мы его получили в этом месте. И вот эта сила T1 подходит теперь уже к блоку неподвижному, который подвешен кверху. И этот неподвижный блок, если бы он не имел силы трения, он бы так передал сюда. T1 был такой же, но он добавляет свою силу трения. Получается, что T2 равно T1 плюс еще сила трения. Подставим сюда, посмотрим, что у нас получается. Т2 в точке B будет равно T1, T1 подставляем P на 2 плюс сила трения и плюс сила трения равно P на 2 плюс 2 силы трения. Итак, посмотрите. Эта система дает силу, которую можно поднять и поделить на 2 плюс 2 силы трения блока. Вот она, сила, которая приложена в точке B. В точке B1 приложена сила P плюс 2 силы трения. Для того, чтобы поднять груз с меньшей силы, нужно воспользоваться первым блоком, который за счет того, что здесь используется подвижный блок, уменьшает, естественно, вес. И все равно тут два блока используют как силы трения, но не вносят такой коррективы, как несет сюда подвижный блок. Тем более, что в задаче сказано, что масса его можно пренебречь.